СОФИЯ РОТАРУ В конце концов, звезда не выдержала. Оборвалась тонкая ниточка, соединявшая её с некогда близкими людьми. В российском шоу-бизнесе исполнительница хита «Червона Рута» не стала. Её мгновенно вычеркнули из числа дорогих и любимых артистов светской тусовки. Тем не менее, народ не забывает знаменитую певицу и даже узнаёт черты Ротару совершенно посторонних людей. Так недавно Наташа Королёва устроила показ мод, демонстрируя публике наряды в тематике своего музыкального репертуара. На пару с ней к людям вышла дизайнер Аника Керимова, сильно напомнившая гостям громкой церемонии Софии Ротару. Когда снятое на мероприятии видео попало в сеть, в комментариях начался ажиотаж. Люди не раз вспомянули в них легенду СССР. Некоторые фантазёры решили, что ушедшая София Ротару вернулась к ним, помолодевшей и стройной, как кипарис. Эта Ротару похожа, но не она, а нет. Но что-то вообще есть. Обменялись мнениями о юном двойнике Софии Ротару-комментаторы. Недавно Лайма Вайкуля рассказала, что вот уже пару лет не видела Софию Ротару и не общалась с ней. Более того, латвийская звезда не может понять, куда пропала её украинская подруга. Но в окружении Софии Михайловны объяснили, что та сознательно не разговаривает с бывшей приятельницей. Ротару просто разговаривать с ней не хочет, потому трубку не берёт. У Вайкуля язык длинный, чуть что ей скажут, это тут же становится всем известно. Дело в том, что Ротару после начала спецоперации старается не высказываться о политике, не обсуждает проблемы двух конфликтующих сторон. Больше того, она взяла паузу в карьере и не появляется на публике, а также не даёт концертов, даже корпоративных. Правда, периодически она что-то публикует в социальных сетях. Ротару всегда была вне скандалов, за неё обычно говорят другие. Она, как правило, молчит. Ротару мудрая женщина. Она не хочет ввязываться во всю происходящую ситуацию. Пусть всё перемелется без неё, она потом появится. Многие думают, что уход со сцены больно ударил по Софии Ротара, но это далеко не так. За годы карьеры она скопила внушительную сумму, благодаря которой может позволить себе безбедную старость. А вот Вайкуля, наоборот, продолжает выступать. И, по слухам, не прочь даже приехать в Россию за определённый гонорар. У неё есть фестиваль, никому не нужный, который она проводит. Лайма осваивает под него деньги спонсоров, а потом на них весь год живёт, объяснил Лавров.